Музыка Здарова народ! Меня зовут Алексей и это мой видеоблог посвященный губной гармонике блюзу не только. И сегодня я хочу поговорить о такой нужной вещи как тюнер для губной гармошки и немного об эндер. Приступим! Итак, что же такое тюнер и как им пользоваться? Тюнер это такое хитроумное приспособление, которое поможет вам с точностью до миллиметра, если можем так выразиться, настроить вашу губную гармошку. Имея при этом, точнее не имея при этом хорошего или не имея вообще музыкального слуха. Но речь пойдет не о настройке, а о настройке я расскажу как-нибудь в другой раз. Речь пойдет именно о том, как использовать тюнер при освоении бэндов. И зачем вообще он нужен при освоении бэндов. О бэндах я тоже не буду заострять внимание, потому что я уверен, что вы знаете, что такое бэнды. Бэнды это особый прием, который позволяет понизить ноту для получения не каких-то скрытых нот других, которых нет в стандартном диатоническом строе. Я уверен, что вы это знаете. Но как определить, правильно ли вы сделали бэнд или неправильно? И вот на помощь вам приходит тюнер. Есть тюнеры для гитар, которые продаются в любом музыкальном магазине. И также есть хроматические, которые также подойдут для этого. Их можно купить в музыкальном магазине. Стоят они сравнительно недорого. Ну я говорю про те, которые для гитар, такие на прищепочке. Но можно и совершенно бесплатно скачать на свой смартфон. Вот о таком тюнере, о таких парочке тюнеров я и расскажу сегодня. И как ими пользоваться. Первый тюнер, о котором я хочу рассказать, называется DATUNER. DATUNER так и называется. Выглядит он вот так. DATUNER LITE. LITE, потому что бесплатная версия. Ну а платная совершенно не нужна. Подойдет бесплатная. Потому что в ней есть все, что нужно для губной гармошки. Нажимаем на этот значок. И что мы видим? Ну во-первых, в правом верхнем углу это высота звучания гигагерц. У меня вот 441. А вообще изначально 440 стоит. Здесь показывается нота, которая будет звучать. Здесь ее центовое соотношение. Высит она или низит. Что соответственно будет показываться, в какую сторону нам ее настраивать. Ну а настройки, как я уже сказал, расскажу в следующий раз. Поподробнее о том, как ее используют с бендами. Ну, к примеру, вы уже заинтересовались бендами. И пробовали его делать на четвертом отверстии. Так как делается он там легче всего. И возможно у вас что-то уже получалось. Но вы до конца не уверены. Та ли нота звучит или не та? И вот вам на помощь приходит этот тюнер. Как я уже сказал. То есть, если вы вдыхаете в четвертом отверстии, то у вас должно звучать нота Ре. Или Де. Английское. Как вы можете заметить, она звучит. А когда я буду делать бенд, а на четвертом отверстии бенд делается на полтона, должна зазвучать нота до диез. То есть, буковка С, но также в правом верхнем углу такой значок решеточки должен быть. Это будет до диез. Или Ре бемоль. Это Ре с небольшой буквой Б. Это одна и та же нота, в принципе. Ну, так и есть. Это одна и та же нота. Ну, здесь вот на этом тюнере будет звучать до диез. Как вы можете заметить, она и звучит. Смотрите, когда вы делаете бенд, чтобы вот эта вот полоска приближалась к показателю нулю, чтобы ваш бенд звучал чисто и красиво. То есть, если у меня чистая нота звучит чисто на нуле, у меня находится показатель. Ре. Соответственно, бенд надо догнать до такого же состояния, чтобы тут все было зелененькое. Это и будет показание того, что бенд у вас чист. Вот так тренируясь, вы разовьете свою мышечную память, которая позволит вам, не задумываясь, делать чистые бенды. А тюнер будет вам показывать, делать его чистые или нечистые бенды. Соответственно. Вот. В принципе, надеюсь, тут все просто. Ну, также могу сказать, что, допустим, я научился бенды делать, проговаривая буквы, вдыхая в себя, когда вот я учился, я учился как раз на тоже на четвертом аттресе, я говорил АУ. То есть, вдыхая в себя, я всегда, у меня положение ртовой полости такое, что, как будто я говорю букву А, но я ее не произношу вслух, а просто положение рта такое, языка. А когда я делал бенд, я говорю АУ. У. Можно говорить О. А, О, И. Вот такие вот буквы помогают вам понять принцип действия бендов. Попробуйте, вдыхая в себя, проговаривать вот эти буквы. И смотрите на тюнер, что у вас в итоге выходит. Конечно, вы можете еще не знать о том, правильно ли у вас выходит бенд или нет. То есть, не разбираться в нотах. Для этого, конечно, я советую, настоятельно рекомендую изучить простейшую музыкальную теорию. или хотя бы посмотреть где-нибудь, как выглядят должны ноты латинскими буквами. Вот. Ну, также можно и отдельные картинки скачать. И можно это выучить, скачав другой тюнер, о котором я также хочу поговорить. Итак, этот тюнер называется, а он просто так и называется, гармоника тюнер. Вот в этом тюнере можно выучить, соответственно, какие должны быть ноты на губных гармошках, и какие должны быть ноты на бендах, на бендах, и вы, в общем-то, увидите, правильно ли делать его бенд или нет. Выглядит он вот так, вот такой значок. Нажимаем на него. Скачал я его в Google Play, а вот не знаю, в Apple Store есть или нет. Что мы видим? Ну, во-первых, здесь есть настройки, которые, в принципе, вам не нужны. Также вы видите раскладку гармошки. Ну, все 10 отверстий. Вот здесь, сейчас возьму зубочистку. Вот здесь, вот эти вот ноты, которые первые самые идут от цифрок. Внизу ноты это на вдох, наверху на выдох. И вот эти ноты, это чистые ноты, которые есть в диатонической губной гармошке и извлекаются они, в общем-то, без проблем. А дальше ноты, которые от них отходят, это бенды. Соответственно, у первого отверстия на вдох это ре, а бенд до диез. То есть, буковка С с такой вот решеточкой, как я уже говорил. И в этом тюнере тоже можно проверять свои... А, ну, тут еще я вот добавлю, что вот эти вот еле заметные ноты, это овербенды. Но они вам пока не нужны. У меня телефон выключается. Так. Итак, прошу прощения, вырубилась камера, поставил на зарядку. Ой, этот, вырубился телефон, поставил на зарядку. как вы увидели. Так, ну что, на чем я остановился? А, ну вот эти вот еле заметные, это овербенды. а те, соответственно, которые отходят от основных нот, ноты, это бенды. Также тут можно выбрать ключ, то есть, тональность, с которой у вас настроены гармошки. И, соответственно, таким образом вы можете выучить, какие ноты есть в губных гармошках, и какие бенды следуют за ними, и почему они следуют. Вот, нажимая на это, а нет, а почему следует, кстати, это вы можете выучить, изучив простейшую теорию музыкальную. Здесь вот, как вы можете видеть, 12 тональностей мажорных, которые присущи губным гармошкам. Вот у нас в дом. Допустим, на втором отверстии, как вы можете заметить, два бенда. То есть, чистая нота это соль, если губная гармошка в тональности до, то на втором отверстии чистая нота это соль. А бенд у нее на полтона, соответственно, фа диез, а на тон это фа. Все, посмотрим, покажет она, что я их зацепил или нет. Если их вообще не сделать, у вас не получается бенда, то здесь не будет никаких полосочек вот на этих квадратиках. То есть, квадратики должны заполняться. ну как вы видели, я зацепил эти ноты, значит, они все-таки у меня получаются, но не очень хорошо. вот, ну скажу так, что он не такой уж точный для настройки губной гармошки, но для освоения бендов и овербендов вполне ничего и для понятия почему такие вот ну какие ноты должны быть вообще в принципе, какие ноты должны звучать. Все. Надеюсь, вам понравится это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok